С 1 апреля экстренные службы Тверской области функционируют в особом противопожарном режиме. Во многом это связано с достаточно теплой, малоснежной зимой, как следствие с ранним началом весенних палов. Они начались на три недели раньше обычного. Дабы выявить землевладельцев-нарушителей, чьи участки из-за несоблюдения мер безопасности находятся в зоне риска, сотрудники МЧС России вместе с представителями регионального управления Россельхознадзора проводят профилактические рейды. В одном из таких участвовала и наша съемочная группа. На территории Тверской области официально зарегистрировано 9620 земельных участков. И каждый из них, рассказывают в региональном управлении МЧС, в период весенних палов травы находится в зоне особого риска. Одна неосторожно брошенная сигарета, один непотушенный костер и вот уже огнем объяты десятки гектаров земли. И хорошо, если пламени перекинется на соседние жилые постройки. Как рассказывают в спасательном ведомстве, пора весенних палов травы в этом году началась на три недели раньше обычного срока. С 1 апреля на территории Верхней Олжии введен особый противопожарный режим. Традиционно проблемными у нас районами является Калининский район. Это в связи с тем, что палы травы с участием людей. Вот где наибольшее количество людей, там и зафиксировано максимальное количество палов. Это Конаковский район. В этом году особую тревогу у нас вызывал Зубцовский район. Дабы выявить участки, которые в пожароопасный период могут стать очагом природных пожаров, сотрудники МЧС России регулярно проверяют соблюдение мер предосторожности землевладельцами. Помогают им в этом специалисты регионального управления Россельхознадзора. В ходе одного из совместных рейдов участок, вызывающий беспокойство, был обнаружен недалеко от деревни Старая Мелкого в Конаковском районе Тверской области. Претензий к владельцу земли много. Не убрана сухая растительность, не убрана мусор. Но по границе населенного пункта администрация муниципального образования проведена опашка. Любое неосторожное обращение с огнем, окурок сигареты, спичкой, незатушенный костер может привести к палу травы. Последствия могут быть различными в зависимости от погодных условий. Сильный ветер, сухая погода. И это лишь один из примеров. Только в одном Конаковском районе с начала года пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы 71 раз. В целом же по области эта цифра уже приближается к тысяче, а общая площадь возгораний превысила 500 гектаров. В отношении недобросовестных землевладельцев на данный момент возбуждено 47 дел об административном правонарушении. Как правило, подобные дела заканчиваются незначительными штрафами. В самом крайнем случае участок у собственника могут изъять. Систематическое неисполнение подписаний или использование участками с нарушениями может поближе с собой изъяиться на делах у собственника. Впрочем, даже это, рассказывают в управлении Россельхознадзора, не может заставить землевладельца содержать угодья в надлежащем виде. Если один раз земля была заброшена, больше на свои сотки собственник, как правило, не возвращается. Субтитры создавал DimaTorzok